Валерий Кузьмин, директор А.Семкин Валерий Курас, 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 директор А.Семкин Мы приглашали Краснежона, он был приглашен. Он был приглашен, но отсутствует. Вы к нам обратились, стосовно переглядов документов предприятия Марчишина на оформление правовых документов на торги с суперками, с киосками за адресами металлургии 35, опера 170, Богоявленский, 313. Сидите ближе, чтобы вам помогли. Мы принимали, мы однократно обращались за кем, чтобы оформить документы на торговле торговля кандидатским выробам. Но подсказывали, хотя рядом стояли такие же предприниматели, буквально рядом, им оформляли документы, не понятно почему. И администрация не против, документы оформили по адресам металлургии 32 и опера 170. На проспекте Богоявленском, 313, мы не будем согласовывать, мы хотим, чтобы все не сверху, потому что там рядом остановка, и мешает конструкция, которая расположена прямо в дороге проезжей части. Так, а рядом с вами Марчишин, находитесь в поле. Андреев Владимирович Яковлев. То есть, если я правильно понимаю, то вы сейчас, как представитель администрации корабельного района, лоббируете интересы конкретного предпринимателя и просите комиссию, в том числе, заняться тем же самым. Я правильно понимаю? Тем же самым. Хорошо. Тогда у меня вопрос следующего характера. Вы с таким же районем отстаиваете всех предпринимателей корабельного района? Да, всех предпринимателей, которые к нам обращаются. Хорошо. А у вас есть статистика, достаточно негативных ответов в отношении предпринимателей корабельного района? Если она у вас есть, то готовы ли вы точно так же отстанять их интерес? На эти статистики по поводу чего нет? Ну, по поводу того, что они обращались, а им отказывали от проблем. Мы неоднократно обращались. Я, кстати, поддерживаю предпринимателей морщичных, чтобы вы понимали. У меня вопрос немножко в другой степени. Если вы поняли, о чем я спрашиваю. Мы поддерживаем всех предпринимателей. Если к нам обращаются предприниматели, мы обращаемся дальше в поддержку этих предпринимателей. То есть вы не поняли, в чем судьба вопроса? Что вы хотите, что вы хотите делать дальше? Делайте, вы знаете вещи своими именами. Я хочу... Все свои... Я, может быть, ошибаюсь, может быть, коллеги меня поправят. Опять же повторюсь, я поддерживаю абсолютно всех предпринимателей. Это можно легко отследить из средств массовой информации, мою позицию по этому вопросу. Однако, мне кажется, что когда чиновники администрации какого-то района приходят и лоббируют какого-то конкретного предпринимателя, возникают некоторые вопросы, которые могут заинтересовать, например, Андрея Ермолаева или Юлия Борисовича Степанова. Я могу, конечно же, обоходить. Вы говорите, там, где вы хотели поставить киоски, вам не дали, а рядом кто-то поставил, да? Вместе с вами поддавали документы одновременно и кому-то дали, а вам не дали. Нет, смотрите, я поддавал документы с 2011 года. Были положительные... Да, да, можно. Заключить были и архитектуры и все, что да, можно. Потом, ну, документы, грубо говоря, пропали, как сказали. Документов нет, они пропали. Я не могу понять, почему они пропали и куда они пропали. Но факт не в этом. Факт в том, что я поддавал в 2011 году, а в 2013 году предпринимателям... Ну, то есть через два года люди поставили рядом объекты.